Тревожно. Живется тревожно. Я думаю, каждый из николаевцев не высыпается, потому что каждый подсознательно ждет, что сейчас бабахнет. Ну, сколько я знаю своих знакомых, мало кто, конечно, в убежищах, но соблюдают вот две стены, выходят в коридоры в основном и сидят, пережидают. Или в тамбуры общие, которые в подъездах есть люди. Ну, по-первых, было очень жутко, неприятно. Такое ощущение, что вот, знаете, нельзя было описать и кому-то рассказывать своим родным. Это было... Многие не верили, что мы можем так жить. На данный момент к этому привыкаешь уже. Прячемся, слышим сирены, прячемся. Ну, работать надо. Ходим на работу, ходим, скупляемся. Ну, что делать? Есть. Ну, у нас рядом есть дом, бомбоубежище. Но у меня есть... У меня старая построительная дома. Мы в прошлом году с мужем отремонтировали катакомбы. Сделали себе подвал. И вот у меня 18 человек прибегают, прячутся в моем подвале, получается. Это когда еще то есть сирена, и мы можем еще это... Бывает же так, что ночью, то мы сидим в коридорах, прячемся так. Ну, действительно, когда оно выбухает очень близко, то это, ну, знаете, природнее взлякаться. Но этот перелек проходит, и ты начинаешь дальше себе жить так, как и жив. Питьевую воду привозят раз в неделю к нам во двор. Мы договорились с ребятами, что привозят где-то там с церкви. Вода идеальная, все. Набираем питьевую. Уже как-то приспособились. В первое время, конечно, было очень тяжело, когда надо было там несколько точек в городе, надо было и для унитазов приносить, и все. Сейчас хотя бы бытовая такая, знаете, есть вода техническая там, для приготовления там, то мы уже, конечно, набираем. Ну, сначала было неприятно. Мы даже дождевую воду с этих собирали. Ну, хотя, очень даже и хорошо она нам помогла. А потом Одесса нам очень помогала, и до сих пор Одесса везет нам очень много воды. Плюс свои какие-то очистительные, плюс есть у нас люди, которые имели скважину, они стали приглашать. Помощь какая-то между людьми в плане воды. Я знаю, что многие люди помогают пожилым таскать, потому что это очень тяжело, ну, эти баклажки. Ну, это счастье, что у нас есть техническая вода. Вот, когда ее не было, вот это был ужас. Мы набирали воду с речек, ну, для того, чтобы, ну, технично, звісно, вода не пить, звісно, технично вода набирали. А потім, коли дали таку технічну воду вже в крани, то питну воду привозять дуже-дуже багато, куди привозять. І тому ми набираємо цю питну воду в баклажки. Ви знаєте, це найменше горе, яке може бути. Хай не буде води, але хай живуть наші хлопці, наші мешканці. Хай вони не гинуть. Ціни підросли, я вважаю, по всей Україні. Це не тільки Миколаїв, це. Ми всі знаходимося зараз у війні, тому не можна сказати, що у нас якась окрема ситуация. У нас приходить гумдопомога, приходить люди, отримую гумдопомогу. У магазинах є все. Сказати, що що-то... Ну, да, є якась група товаров, яка найбільше подорожала. Там, як гречка, любима всім народом. А що касається мясних изделів, наприклад, м'яса свежого, я б сказала, що да, подорожала, але не катастрофічно. Относительно прежні ціни довоенні. Конечно, ми ощущаємо, що якщо ми рані два бачі пакета набирали, то тепер ми набираємо один. Вот, тому, соответственно, да, і ринок працює, теж там і овощи, і фрукти какие-то. Конечно, коли був Херсон, і у нас було вже в цьому часу все дуже дешево і багато. Зараз, звісно, цього, звісно, немає. Ми його освободимо скоро, тому все з'явиться знову. Медикаментів достатньо, бо ще багато приходить гумдопомоги. І лікарням навіть допомагають волонтери, допомагають. А так само допомагає держава. З лікарнями немає питань. Працюють, скажіть, меді, сімейні лікарі продовжують, звісно, не всі. Працюють в жіночій консультації, працюють, на стоматології працюють. Тобто, я знаю те, що де я зверталася, всі працюють. Там по мелочі нужно в аптекі, я всегда прохожу. Вот у нас тут много аптек работает, и покупаю без вопросов.